Хочу предложить объективный и, на мой взгляд, универсальный критерий для определения квалификации человека и критерий для объективного карьерного роста. Этим критерием, на мой взгляд, является процент ошибок в принимаемых решениях. Это касается, как любого специалиста, то есть на какое количество ошибок приходится, допустим, на 100 решений. Также это касается руководителя, поскольку на самом деле менеджмент – это тоже специальность, это тоже ремесло, можно сказать. Поэтому точно так же, сколько ошибок, я думаю, что оценить, ошибка это или нет, вполне объективно возможно. Сколько ошибок приходится на 100 решений. Второй критерий – это количество решенных, нерешаемых задач на какую-то единицу времени, на год, например, или на три года. То есть кроме того, что есть задачи вполне решаемые, и в них можно допускать ошибки. Ещё есть задачи, которые, можно сказать, нерешаемые. Если человек, не важно, это специалист или это менеджер, если он нашёл, искал и нашёл решение какой-то задачи, это также мы относим к квалификации, это также является критерием для карьерного роста. Сейчас, к сожалению, критерием квалификации является прохождение каких-то курсов, какие-то зачёты, какие-то экзамены, что принципиально неверно и очень субъективно. Принципом, критерием для карьерного роста ещё больше является субъективное впечатление руководителей или, скажем так, квалификация карьериста. То есть человек может быть средненьким специалистом, он может быть средненьким менеджером, но зато он очень находчивый карьерист, который умеет правдами и неправдами добиваться повышения. Следующий вопрос. По какой шкале объективно измерять квалификацию и объективно измерять возможность карьерного роста? Я предлагаю в сравнении, ну, к примеру, если речь идёт о карьере, о выборе руководителя, то тут совсем просто. То есть сравнивание критерия процента ошибок между кандидатами. Что же касается квалификации, то можно принять, ну, известный уровень какого-то специалиста. Наверняка везде есть. Или какой-то живой реальный человек представляет из себя, допустим, человека определённого, известного всем разряда. И вот его количество ошибок на 100 решений можно положить как соответствие этому разряду и потом, уже исходя из этого критерия, выставлять квалификацию всем остальным. Какие качества отличают высокого специалиста или человека, у которого объективно успешная карьера? Во-первых, это общее умственное развитие, уровень умственного развития. Во-вторых, это способность концентрироваться. И в-третьих, это выносливость психическая, то есть способность концентрироваться в течение всего рабочего дня. Ну и, наверное, в последнюю очередь просто отношение к делу. Это как бы мы выносим за скобки, поскольку это само собой разумеется. Мотивация, отношение к делу. Так вот, мне кажется, те критерии, которые я предлагаю, то есть количество, процент ошибок в принимаемых решениях, они наиболее объективно отражают способность человека к концентрации, к выносливости. Ну, понятно, что если он в конце рабочего дня устал, концентрация упала, он допускает ошибки. Само собой, разумеется, должен быть для любой работы, для любого уровня соответствующий уровень умственного развития. И таким образом человек, который способен концентрироваться в течение 8 или 12 часов внимателен и развит умственно, должен быть первым лицом государства, президентом. Тот, у которого хуже всего показатели способности концентрации или уровень умственного развития, должен выполнять какие-то простые работы. ошибка, в которых не повлечет за собой никаких особых последствий ни для кого. По-моему, это будет объективно и математически безукоризно. Безукоризно.